К учебе приступить. Школа номер 15 в Новоалтайске уже открыла свои двери для учеников. В новенькое здание с удовольствием перевелись не только дети, но и учителя. Современное оборудование, которое у нас есть, это интерактивная доска, с которой можно работать не просто в процессе показа презентации, а можно работать со всем классом. Мы сейчас только играли, например, в крестике нолики на уроке английского языка, оставляли предложения. Документ, камера, причем это есть в каждом кабинете, каждый учитель может этим пользоваться. Поэтому современное оборудование – это, конечно же, большое преимущество. Именно поэтому я и выбрала эту школу. Я училась в школе номер 166. Тоже замечательная школа, но здесь новое оборудование, новые учителя, новые одноклассники. Со всеми сдружились уже, ребята все хорошие. Я очень счастлива, что перевелась в эту школу. Торжественная церемония открытия прошла сегодня. С этим значимым событием жителей города поздравил губернатор края Виктор Томенко. Средняя общая образовательная школа номер 15 города Новоалтайска открыта. Я убежден, что здесь будет комфортно работать учителям, что здесь будет просто замечательно и счастливо нашим ребятам, ученикам. Кому-то подольше предстоит еще учиться, кто-то еще последние годы учебы. Территория школы разделена на несколько зон. Отдыха, игровую, спортивную. Последняя включает в себя два спортзала, футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки и даже теннисный корт. Есть еще опытная зона для разведения декоративных культур, растений и овощей. Оборудована и метеоплощадка. Учебные классы также оснащены всеми техническими средствами. Я вот лично заходил в кабинет физики, я просто был удивлен, насколько там сложная аппаратура. Это не просто школа для обучения, это школа, наполненная современным содержанием, техническим. И мы сегодня являемся вот таким примером, скажем так, современного интеллектуального учебного заведения. Также у нас есть профессиональный ингредиент принтер, сейчас он как раз находится в работе. Развивать в технопарке заведения научно-технический потенциал смогут не только ученики этой школы, но и других образовательных учреждений города. К тому же оно значительно разгрузит уже действующие учебные заведения. Наполняемость у нас на сегодняшний день порядка 30 детей в одном классе, в среднем. На сегодняшний день здесь у нас уже 583 ребенка зачислены, обучаются. Но я думаю, что они обучаются у нас в первую смену, а остальные у нас образовательные организации работают в две смены. Поэтому при комплектовании я думаю, что это здание у нас тоже заработает в две смены. Это школа для новоалтайцев, объект значимый и долгожданный. Люди говорят, подобные ему, то есть крупные и современные, не вводили в городе последние 30 лет. Юлия Щепина, Алексей Фризин, День с толком.